Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Кнаково онлайн. Говорят, не место красить человека, а человек – место. Эта пословица древняя, как сам мир, и с ней трудно поспорить. Истина проста. Все, что мы делаем и все, за что отвечаем в нашей жизни, зависит в первую очередь от нас, а не от внешних условий и обстоятельств. Мы с вами в Доме культуры «Современник» на премии «Верность родной земле». Сегодня здесь будут награждать тех, кто своими поступками и достижениями украшает Канаковский район. Благодаря щедрости спонсоров наш район преображается, и на нашей земле происходят добрые дела. В этом году компания «Норильский никель» приобрела один из лучших аппаратов компьютерной томографии для Канаковской ЦРБ. А в деревне Макшино, благодаря им же, был построен и оснащен инновационным учебным оборудованием дополнительный корпус общеобразовательной школы. При участии партии «Единая Россия» была проведена реконструкция площади у Дворца культуры «Современников» Канакова. Был завершен капитальный ремонт Новозавидовской общеобразовательной школы номер 2. А для многодетной семьи Юшкиных из ручьев, которая лишилась жилья, фонд «Здоровые дети здоровой планеты» приобрел двухкомнатную квартиру в Канаково. На премии выразили искреннюю благодарность всем тем, кто прославляет Канаковский район своими делами и поступками. Краеведу Елене Павловой за свой труд, который называется «Станция Завидова. Краеведческие очерки». Многодетной матери Ольги Дубининой, которая получила почетный знак Тверской области «Слава матери». Ольга Николаевна вместе с мужем воспитывает пятерых детей и ведет активную общественную деятельность. Ольга Николаевна, где вы черпаете вдохновение? Здравствуйте. Во-первых, я, может быть, начну с того, что хочу выразить огромную признательность, то, что именно наша семья Олег Владимирович Лобоноский выдвинул на столь важную премию. И вот они командой вместе с Игорем Михайловичем Руденем оценили труд матерей по достоинству. По поводу вашего вопроса, вдохновление, воспитание, черпаем у самих же детей. Они каждый разный, сумасшедшие. Дети и есть сами вдохновение. Да, само вдохновение. Ольга Николаевна, скажите, вот как многодетная мать, да, это тяжело, большой труд, да, быть мамой, а многодетной, так тем более. Как вы думаете, чем сложнее управлять, большой семьей или страной? Ну, большая страна – это огромная ответственность. У больших, скажем так, людей, которые правят этой страной, есть другие, много маленьких людей, которые помогают им в этом. А мама, она одна. Ваша задача – воспитать достойных граждан нашей большой, великой страны. Борется, да, на этом фронте. И как у нас получается, пять мальчиков, одна девочка. Так что хочется вырастить достойных мужчин, чтобы защищали, чтобы гордиться ними. Конаковский район – благословенная земля. На премии чествовали священнослужителей, которые помогают нуждающимся в духовном утешении, а также прихожан и меценатов, благодаря которым преображаются храмы. В течение года протеерей Петр Дубяга передал фонды нескольких библиотек нашего района более тысячи новых книг для детей и взрослых. Петр Иванович, скажите, пожалуйста, в чем сила книги? Ну, сила книги, она в жизни. Жизнь, которую нам дает сам Господь. А книга, по которой мы должны учиться в нашей жизни. Самые основные три книги, которых мы знаем, это первое – это Священное Писание Библии, которое является основополагающей и жизненной. Это книга, которая включает Ветхий Завет, Евангелие. Потом самые основные еще книги – это классика, классические книги. Например, выделите какую-нибудь одну. Сейчас мы отмечаем 200-летие Федорова Достоевского. Это христианский писатель, который многое раскрывает в своих произведениях, именно христианскую основу нашей жизни. Вот это самые основные такие книги. Александр Сергеевич Кушкин – это неоспоримые. А ваш любимый писатель из классики, можете назвать? Самый любимый писатель – это Достоевский, Пушкин. А из современных авторов можете кого-нибудь назвать? Ну, 21 века. Но еще пока так изучаем. Пока изучаем, читаем и стараемся поглядеть, где, какие именно книги можно подчеркнуть самой основной в нашей жизни. Много аплодисментов прозвучало в адрес наших детей, побеждающих в спорте, учебе, творчестве и наставников, которые ведут их к победам на всероссийских, европейских соревнованиях и конкурсах, а также на чемпионатах мира. Анне Кувшиновой 12 лет. Она много выступает на сцене, поет народные песни, а также играет в театре. Аня, расскажи, пожалуйста, со скольки лет ты занимаешься пением и почему тебе это нравится? Именно народным вокалом с шести лет. И мне нравится, потому что выходить на сцену, давать посыл зрителям и во время репетиции все прорабатывать в голове, обдумывать смысл песни и в итоге конечный результат отдавать зрителям. Юлиана, вы уже не первый год принимаете участие в церемонии «Верность родной земле». Скажите, на ваш взгляд, зачем нужны такие мероприятия? Такие мероприятия очень нужны для того, чтобы люди, которые трудятся на этой прекрасной конаковской земле, знали, что они нужны, что их талант, их труды не проходят зря, что они замечены, что когда людей благодарят со сцены, когда их заслуги становятся достоянием всего района, всех людей конаковского района, и все об этом узнают, конечно, это очень людям приятно, и они чувствуют свою значимость, они уважаемы, они ценны для общества. Они нужны этому краю? Да, они очень нужны этому краю. И особенно эта церемония нужна нашему подрастающему поколению, потому что это такое воспитание патриотизма, верности родной земле, что это нельзя переоценить. Летом этого года в Польше проходило первенство Европы по гребле на байдарках, и каноэ среди юниоров. По итогам соревнований наш земляк из поселка Радченко, Думитро Ротару, стал двукратным победителем первенства Европы. Михаил, чемпионами рождаются или становятся? Конечно, становятся. Так, и как создать чемпиона? Ну, это долгий процесс ежедневных тренировок. Для того, чтобы стать чемпионом, надо ставить сначала маленькие цели и задачи, но постепенно потом увеличивая, увеличивая цели. Наши стремления – это Олимпийские игры, к чему мы всегда стремимся. Но дай бог пока на этапе юношеском у нас все складывается. Три золотые медали на первенство мира – это очень хороший результат не только для Конаковского района, но и для всей Тверской области и России. А вы планируете в будущем олимпийского чемпиона вырастить? Или вы уже растите его? Ну, знаете, не говорят обычно про такие вещи. Почему? Потому что Олимпиада – это такая женщина, она суровая. Но, конечно, хотелось бы там оказаться. Как говорят, Париж не за горами. Будем стараться. Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, о церемонии. Вы знаете, это родилось в связи с тем, что я 8 лет назад сюда приехал. Увидел замечательную землю, да, русскую, исконную, центральную, где вообще, где Русь, как говорится, зарождалась, Волга. Мне себе реку было вот как-то интересно. И самое главное, что я увидел, это замечательных людей, они разносторонних таких. И, ну, вот как-то люди были постоянно недовольны, можно сказать, своей жизнью. Да, как бы такой негатив, все как бы. Вот. И хотелось показать людям, насколько они хорошие, насколько они талантливые. Вот. И работая вот целый год, да, как бы накопилось столько событий. Я 8 лет работаю, вот год проработал, и после этого родилась вот такая идея показать людям, на что они возможны. Почему? Ну, потому что люди должны гордиться собой, они должны любить себя. А если это у них будет, то процветание той земли, на которой они живут, оно гарантировано просто, понимаете? Конечно, была такая интересная форма, это типа конкурса. Люди выдвигали и выбирали там из троих лучшего, как бы, да. С прошлого года они изменились. В прошлый год мы просто чествовали тех, кто... Большая беда, тех, кто с ковидом боролся. И мы чествовали тех, кто как на войну пошли, не зная, что ждут. Милиция следила за тем, чтобы те, кто заболел, не ходили. МЧС все обрабатывала, врачи боролись. И все вместе, как бы, вот, а так как у нас Конаково и очень много гостей, мы в особой опасности, как говорится, находились. И мы решили, что этим людям надо сказать спасибо. И вот прошлый год маленько изменилось. В этом году мы продолжили именно такой формат. И набралось столько событий таких, многодетная мать, да, можно вот так сказать. А это ведь, это подвиг в наше время. Ребятишки, на фоне того, что нас везде футбол проигрывают, наши все выигрывают классно, да, потому что 6 лет развивали спорты. Люди говорят, ой, у нас некуда пойти там и все прочее. Мы все время говорим, а скажите, чего не хватает. И когда мы выводим, показываем, да, даже вот хор Мальчиков, он в конкурсе не участвовал, но им района, да. Мощно спели очень. И люди встали, они стали гордиться. Эти люди уже плохого ничего не сделают. То есть люди – это бесценный ресурс района, страны, люди, да, делают. Это главное вообще в жизни. А дети вообще еще главнее. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, в чем сила человеческого капитала? Человеческий капитал сложно переоценить. Особенно все чудеса предновогодние связаны с человеком, да и вообще везде. Что в бизнесе, что в образовании, в каких-то творчестве или в спортивных достижениях. Все зависит от человека. Если человек целеустремленный, если человек верит и человек мечтает, у него все получается. Поэтому Канаковская земля, она славится людьми. Нам повезло. У нас классная земля. И классные люди. Хорошо. Еще один такой вопрос. Назовите два дела, которые может сделать каждый из нас, любой человек, прямо сейчас, чтобы мир стал немножко лучше вокруг. Творите добро. Самое главное. То есть каждый сделал по чуть-чуть добра, и мир стал лучше. А второе – трудитесь на благо своей родной земли. То есть когда все мы сложим свои усилия, мы сделаем нашу землю самой прекрасной. Лев Николаевич Толстой говорил, для того, чтобы нагрелся сосуд воды, нужно, чтобы каждая капля его нагрелась. В Канаковском районе есть люди, которые на своих местах, благодаря своей щедрости, энергии и целеустремленности, согревают десятки людей вокруг себя. Подтверждаю пословицу древнюю, как мир. Не место красить человека, а человек – место. С вами была Настя. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok